привет сегодня 28 сентября я со вчерашнего дня ужасно чувствую не знаю может дань у меня заразил чем плохо но заложен голова болит сейчас готовлю обед картошку и решила поддержать организм и дали мы свой такой витаминной смесью наши ягодки яблочко будет компот такой малина тут смородина красная черная смородины ирга и яблоки сейчас прикрывающая скоро закипит до выключу в общем готовлю обед картошки сейчас буду готовить рыбу филе вот я и выложил уже поднос буду запекать и и сейчас сверху положу лук потру чуть сыра и поставлю в духовку порезала лук вот так вот кольцами выложила сверху к луковая подушка все у меня на плите кипит уже картошка доваривается компотик закипела стал очень симпатично уже пора выключать добавила туда сахар все рыбку я подготовила для духовки вот сверху еще сыр потёрла сейчас распределить чуть-чуть мы сейчас ставлю запекаться рыбку выключаю компот ну вот я уже налила дальний компотик он сейчас остывает сейчас процежу его потому что он не любит ягодки насыщенный получился я пробовал уже очень вкусно маша пришла из школы это время пол пятого сколько уроков то было 8 кошмар какой-то с с элективами да ясно какое чисто знание информатика мать ну ладно на улице как холодно нет сегодня кстати было пожарную эвакуацию в школе но если не без куртки выходил ну ладно хорошо ну проходи там кушать как раз приготовила вот такой обед рыбка и картошка чуть-чуть осталось да и давай вот что тарабанить на просто время уже нам а сколько времени люди должны 9 нету еще ты надо вообще более нравится вызывай полицию а не что я не слышала чтобы тарабанить почему тебе не делать что ли сейчас пишет у маш делаем стенку заднюю тут приколотили дает его тут хорошенько еще прибей посмотри чтобы то что будешь класть всякие учебники чтобы не ходить давай гостю ну вот сюда можно пить чудо пить 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 нормально Вставили полки, делали задние стенки. Теперь осталось только поставить на место. Субтитры сделал DimaTorzok Да, Аси понравился стол, да? Да. Особенно ей понравится полка, забыть прыгать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Диана Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Диана Торзок А теперь радугу на место поставить стол. Поставили мы в угол письменный стол. Кошка туда залезла, я говорила это любое место, куда никто не залезет и не запретит ей есть. Вот так будет стоять, потом вот этот комод, будем потихоньку сейчас заставлять. Сюда поставили карандаши, запасная ручка. Смотри, как? Запасные карандаши, линейка. Эй, а где батарейка в часах? Линейка сюда. Здесь тоже. Смотри. Смотри, красиво. Красиво, Киса. Тася. Сегодня у нас 29 сентября, пятница. На улице у нас 8 градусов и у нас радость, у нас включили отопление. А то уже последние дни очень хотелось, чтобы батареи были горячие. Тем более, что мы с Даней болеем. Я себя чувствую не очень хорошо. У меня вот пошло всё на нос, наверное, по голосу моему слышно. И... Тоже болею, хотя температуры нет. У Дани уже тоже температуры нет, и поэтому мы будем с ним делать ингаляцию. Сейчас покажу, как я её делаю, что мне для этого надо. Ингаляцию я буду делать, значит, берадуалом и через какое-то время лазалваном. Вот. Берадуал. Ну, это всё выписал нам врач, никакой самодеятельности, конечно. Хотя нам всё время выписывают именно такую схему. Поэтому, когда надо, я и сама делаю. Но, я имею в виду, что берадуал всё это нам прописали. Значит, что для этого мне нужно? У меня есть аппарат. Амрон. Для как раз ингаляции. Вот сейчас я его достану. Так, распутала я провод и включаю в розетку. Всё. Аппарат я включила в розетку. Теперь буду заниматься приготовлением раствора. Для этого у меня есть физраствор. Обычный натрия, хлорид. Вот такую систему я делаю. Только брызкисик. Не надо тут. Протыкаю шприцем. И набираю, переворачиваю, набираю сколько мне надо. И у меня грязь туда внутрь не попадает. Отсоединяю первую часть шприца. И в мерный стаканчик наливаю нужное мне количество. Итак, у меня есть мерный колпачок. И сейчас я буду отмерять. Мне нужно полтора миллилитра бередуала. Здесь есть мерки. На колпачке. Вот. В миллилитрах. И я буду отмерять полтора миллилитра. Я отмерила полтора миллилитра. И теперь я беру вот так вот физраствор. Мне нужно два миллилитра. Вот у меня тут тоже как раз миллилитры указаны. И набираю 2 миллилитра физраствора. Теперь я отсоединяю. И добавляю из шприца физраствор сюда. Всё. Дальше я обратно вставляю эту штучку. Теперь я готовлю саму колбу для ингаляции. Эта колба у нас присоединяется вот сюда. Вот так я присоединяю. Выливаю туда полученный раствор. И немножко Вот так вот помешиваю, чтобы он перемешался. Сверху надеваю насадку для того, чтобы дышать. Сейчас я помою наконечник. Потому что мне не нравится, что он стоял. Пока я мою, можно всё это присоединить. Вот так вот. Эту штучку. Раствор наш готов. И можно включать. У нас пошёл дым. Всё. Теперь можно проводить ингаляцию. Вдыхай, Даня, хорошо. Вот таким образом мы проводим ингаляцию. Сейчас я Даню включу телевизор. Чтобы ему было не так скучно. Её делать. Прошло 20 минут после той ингаляции. Я ему сейчас сделаю амбробену. Вот уже развела. Вот так сюда. Всё вылила. Это амбробену. Для приёма внутрь ингаляции. Я сделала 2 мл. на 2 мл из раствора. В принципе, лазалван и амбробен это одно и то же действие. Вот у меня здесь лазалван. Правда, сироп не для ингаляции. И вот амбробены. И мы смотрим. В лазалван сироп здесь содержится амбраксол. И теперь смотрим, что содержится в амбробенах. В амбробеновых тоже содержится амбраксол. Поэтому абсолютно нет никакой разницы, что вы покупаете. Лазалван или амбробена. Да, амбробена стоит дешевле. Почему? Потому что вот, например, амбробена для ингаляции 127 рублей стоила. А вот этот лазалван, даже не для ингаляции, стоил 200... 202 рубля. Почти в два раза дороже. В общем, не знаю. Я проверяла. Даже для ингаляции, если покупать, то лазалван чуть дороже. Так как разницы нет, то беру обычно амбробена. Мой обед. Сегодня до обеда у меня будет салат, в который входит помидор, горошек, репчатый лук и картошка. Она не жареная, это была тварная картошка, я просто ее слегка обжарила до сковородки. Продолжение следует...